Привет на канале Автотакт. Сегодня река море. Посмотрим реку Соленую, поселок Набережный. Набережная. Такой поселок не очень приметный, но очень-очень часто вспоминаемый. Чтобы посмотреть реку Соленая, мы заедем в поселок Набережный. Поселок Набережный, знакомый нам поселок. Очень часто мы его вспоминаем. В своих обзорах. И сейчас немножечко проедем по поселку, посмотрим, как он выглядит, как живет. Поселок Набережный. О нем много говорят. Но посмотреть, как он выглядит вживую, не всегда получается. Вот там прямо, вот это будет уже пляж. А мы поворачиваем направо. Место отдыха, курортное место считается. Рыбалка здесь, пеленгас, ловят новый быт рядышком. Ну вот сказать, что поселок такой богатый, с коттеджами. Ну, нельзя так сказать. Хотя вот строятся там, видите, дальше посмотрим. Строятся такие коттеджи, есть базы отдыха. Но в основном скромные люди живут скромно, без роскоши. Никто не выстраивает дачи, коттеджи. Хотя буквально находится в черте города, не так далеко от Приморска. Но Приморс сам на берегу моря, поэтому сказать так, что нужно ехать сюда, сделать здесь дачу. Нет необходимости. Люди не проезжают сдалека, не обосновываются здесь. Здесь очень редко. Сейчас мы посмотрим, там есть такой немножко домик. А так в основном очень скромный образ жизни. Повторюсь о том, что рыбалка, казалось бы, должно быть изобилие. Но нет. Ну вот люди, я думаю, что выстраивают такие себе на будущее коттеджи. Потому что море, оно никуда не денется. А там, где более комфортно, там плотная застройка, дорогие квадратные метры. Ну а здесь пока что еще вот так вот. Места очень много. Территория большая, огромная территория. И до моря буквально рядышком. Совершенно недалеко до моря. Уникальность или особенность поселка Набережном еще и том, что здесь не только море, теплое море, мелкое теплое море, но еще есть речка, речка соленая. Такая небольшая речка, которая вот соединяется с морем. Но она не соединяется вот так, как в таком понимании. А вот такое здесь болотистое место. И она не может перешагнуть вот этот перешейк. Видите, там такая дамба природно созданная. Никто эту дамбу не убирает, не усиливает. Потому что природа может в любое время сыграть, сделать свое дело и поставить все на свои места. Поэтому никто пока не пытается сделать это искусственно все. Такая вот заболоченная местность. И такое место, такое вот устье называется слепое. То есть оно вроде попадает в море, но тем не менее только в определенных условиях. Когда шторм или когда полноводье, тогда она получается, что попадает. Такая вот речечка, она соленая, в ней соленая вода. Но перенгасик попадает сюда в другой раз, вот когда прорывается вот эта дамба. Попадает как в ловушку. Ну его здесь вылавливают, он здесь как бы обитает. Ну имеет характерный такой привкус, илистый. Поэтому не особо здесь так рыбалка развита. Больше вот по берегу, вот здесь видите, вдоль берега. Мы поговорим об этом более подробно. Речка соленая, ведь как сам, здесь сама природа создала такой уникальный объект. Я не знаю, почему до сих пор здесь не нашли какие-то целебные грязи. Видно, не пришло еще время. Вот видите, лиманного типа речка. Не лиман, а речка. Море рядом, соленое. Должны быть исключительно соленые грязи, такие вот лечебного свойства. Ну пока нет, я думаю, что это может быть в будущем. Такого не нашло применения, грязи лечения именно в этом месте. И вот так вот она подходит к морю. И вот эту косичку пляжа не всегда может перепрыгнуть, пересечь. Но бывают времена, когда это все дело происходит. Я вам непременно покажу, когда будет такая погода, или когда будет возможность увидеть вот это соединение речки с морем. А сейчас она выглядит вот так. Видите, болотистая, трава. Мы сейчас пойдем посмотрим с вами сам берег, берег как выглядит. Опускаемся на полоску пляжа и смотрим, в чем же уникальность такого обычного, казалось бы, места. Сочетание реки, моря, базы отдыха, рыбалка, такая вот дикая рыбалка. В чем же секрет? Посмотрим, пройдем с вами по бережочке, посмотрим своими глазами, как оно обстоит дело. Чтобы оценить необычность, необыденность поселка Набережной, я покажу вам имение графини Глебовой. Мы снимали о ней сюжетик, об этом имении. Чтобы вы видели, как оно расположено, какое удачное расположение было. Вот она по тропиночке опускалась к водичке. Узенькая полоска пляжа. И вот море. Я думаю, что все поменялось немножко, но море остается неизменным. Такое оно было тогда, такое оно сейчас, в такую погоду. Растительность, черепашки, ракушки, такая вольница для пеленгаса. Огромное изобилие растительности, которую приносят там немножко с глубины, дает возможность пеленгасу здесь жировать, чувствовать себя очень-очень комфортно. притом море здесь не глубокое, прогревается хорошо и пеленгасик любит здесь покушать. Вот почему это место так приманивает рыбаков. вот мы идем вдоль бережка и смотрим. Вот такая чистая водичка, вот если сейчас на лодочке, на резиновой лодочке покататься, походить там где-то чуть дальше, посмотреть, как видно дно, его буквально видно, как в зеркале, чтобы понять, потом как бросать, куда бросать наживку, сколько метров, где какие канавки, где какие ручейки проходят, как выглядит дно, надо это все изучить, знать. Ну, я думаю, что многие это делают, потому что почему одни успешнее ловят, другие не так успешно ловят, хотя сказать так, что местные ловят намного больше, приезжающие, не скажу, может быть, из-за того, что приезжающего человека более снасть такая качественная, хорошая. Ну, все, оно зависит в основном от наживки и от времени клево, когда он плюет, на каком расстоянии. Но знать берег нужно, знать все тонкости, все тонкости знать невозможно, но вот так я говорю вам, что не каждый рыбак рассказывает это все, а где-то там ловлю на берегу, а на каком берегу, это там, где вот на пляже. Конкретно никто не говорит, потому что это такие может быть секреты, а может быть, чтобы лазили рыбаки народ суеверный, понимаете. Но что хорошо сейчас, видите, хорошо сейчас посмотреть все, потому что летом здесь много людей, очень много людей, поэтому снимать не так просто. Подойдешь, снимаешь, дама замечательная, прекрасно во всех отношениях, говорит, ой-ой-ой, не снимайте мне, я в домашнем. Ну, что делать, приходится уважать. Или может сказать, что не-не-не-не, уберите, уберите камеру. Женевите, я не сама. Тоже уважительная причина. Поэтому сейчас снимать самое то. Во-первых, что нету ни клещей, ни змей. Очень тихо, спокойно, замечательный воздух. Вот просто такой воздух не затклый, рыбный, а свежий морской воздух. Я думаю, что такой запах ощущали дети капитана Гранта. Ну и мы с вами вот комка. Видите, какая комка. Редко увидишь такую комку. Вот там дальше мы с вами уже говорили в своих видео. Был поселочек Новый Быт. И там люди занимались, несколько семей жили именно тем, что заготавливали такую комку. Просушивали ее, затем огромные стога делали, укипляли крыши, ферм, производственных зданий, частных зданий. Все она шла замечательно на такое дело. Вот мы идем, никакой задышки нету, великолепно дышится, здоровая такая атмосфера. Тихо, спокойно, ну и без рыбаков пока. Рыбаков, ну и таких отдыхающих курортников, стихийных, плановых, неплановых, кто постоянно здесь, в основном постоянные такие, ну бывает, что и присоединяется кто-то другой, кому-то понравится, остается надолго, кому-то нет, уезжает, ищет другое место, более комфортной цивилизации. Идя по бережочку, такой вот морской походочкой, немножко покачиваясь, мы говорим до свидания опять же этому месту, месту пеленгаса, месту отдыха, необыкновенно красивому месту, сложно говорить о нем как о месте, просто такое чудо природы. Всем, кто был с нами, всего доброго, всего самого-самого хорошего, огромного здоровья вам, чистого-чистого воздуха, до свидания, канал Авто Такт Редактор субтитров Корректор А.